Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикую беседу о соборном послании святого апостола Иакова. И сегодня мы с вами читаем вторую главу. Братья мои, имейте веру в Господа Иисуса Христа, Господа славы, невзирая на лица, ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или сади здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою, и наследниками царствия, которого он обещал любящим его, а вы презрели бедного, не богатые ли притесняют вас, не они ли влекут вас в суды, не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Мы все, и это было всегда, и это было во времена апостола, это остается сейчас, мы ищем знакомство с людьми, которые нам полезны, которые могут что-то нам дать. И к этим людям мы относимся с большим почтением. И мы с гораздо меньшим почтением относимся к людям, которые нам ничем не могут быть полезны, к людям, которые находятся на низких ступенях в социальном отношении, к людям, которые не пользуются уважением в обществе в целом. Конечно, общество того времени было иерархичным, там были рабы и господа, там были богатые и бедные, но нельзя сказать, что у нас есть равенство, и у нас есть богатые и бедные люди, занимающие высокий социальный статус, и люди, занимающие более низкое место на социальной лестнице. И апостол говорит, что как христиане мы должны иметь веру в Господа Иисуса Христа. И что это означает применительно к данной ситуации? Мы верим в то, что каждый человек, независимо от его социального статуса, и уж, конечно, независимо от того, насколько он нам нужен и полезен, он драгоценен в очах Бога. Каждый человек является носителем образа Божия. Богатый, бедный, успешный, неуспешный, нобелевский лауреат, бомж, все люди, каждый человек обладает ценностью и достоинством в очах Бога. Мы должны чтить в каждом человеке Божий образ. И вот на это обращает внимание апостол. Он говорит, если исполняете закон царский, по Писанию возлюби ближнего твоего, как самого себя. То есть мы понимаем, что каждый из нас для самого себя – это кто-то важный. И мы должны рассматривать любого другого человека как важного. Любой человек, с которым мы пришли в соприкосновение, любой человек, с которым мы общаемся, он достоин уважения. Не за свои достижения у него их может не быть, не за то, что он умный, он сколько угодно может быть глупый, не за то, что он праведный, это может быть не так, но потому что он создан по образу Божию, и Христос умер за него, как и за всех нас. И поэтому апостол призывает нас не оказывать лицеприятия, то есть не презирать никого, кто нам может оказаться незначительным или бесполезным. Как Христос говорит в Евангелии, «Смотрите, не презирайте никого из малых сих, ибо ангелы их видят лица Отца Моего Небесного». Мы должны оказывать людям незначительным, в социальном плане, людям, которые нам ничем не могут быть полезны, такое же уважение, которое мы оказываем людям, от которых мы зависим, или людям, от которых мы что-то ожидаем. Мы ни в коем случае не должны никого уничижать, ни к кому относиться нельзя с презрением. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. «Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Человек не может и не должен оправдывать себя тем, что он что-то соблюл, и он не должен превозноситься этим. Потому что, если человек воздерживается от какого-то вида грехов, это не значит, что он свободен от других. Если ты не совершаешь одних грехов, но совершаешь другие, то ты все равно грешник. Ты все равно нуждаешься в милости, ты все равно нуждаешься в прощении, и ты не имеешь права превозноситься над другими. И ты должен тщательно избегать любого греха. «Ибо суд без милости, не оказавшему милости». Мы все надеемся на милость, которую будет иметь Бог, и будут иметь люди по отношению к нашим грехам и недостаткам. Мы все люди грешные, мы все обладаем теми или иными слабостями, провалами, грехами, недостоинствами, и мы надеемся, что другие будут милостливы к нам. И апостол говорит, мы не обретем милости, если мы не будем оказывать ее сами. Мы хотим, чтобы с нами были добры и терпеливы, и мы должны быть добры и терпеливы с другими. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра Наги не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Апостол говорит здесь о том, что вера без дел мертва, и это иногда противопоставляет учению апостола Павла, где апостол подчеркивает, что человек спасается не делами закона, а только веру в Иисуса Христа. На самом деле, конечно, здесь нет противоречия, здесь есть такой стереоэффект, когда та же мысль, она отграничивается с другой стороны, и мы видим, в чем, собственно, состоит истина. Речь идет о людях, которые претендуют на то, что у них есть вера, но это не так. И мы можем посмотреть, что дальше говорит апостол, он здесь развивает свою мысль, но скажет кто-нибудь, «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, и я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенники Саака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами его вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писание, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Подобный ра в буднице не делами ли оправдалось, приняв соглядатаев, отпустив их другим путем. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Апостол предостерегает людей, которые претендуют на то, что они верующие, но у них нет подлинной веры. В чем проявляется подлинная вера в делах, в поведении? Дева служат свидетельством веры. О чем говорит апостол Павел, и есть ли тут какое-то разногласие? Разногласия нет. Мы видим у апостола Павла много раз, что подлинная вера, она должна проявляться в перемене жизни. Когда мы веруем во Спасителя, мы возлагаем на него нашу надежду. В чем наша надежда? В том, что мы творим добрые дела? Нет. Мы в любом случае не творим столько добрых дел, сколько нужно. Мы в любом случае не дотягиваем. Мы в любом случае спотыкаемся. Мы в любом случае все еще грешим. Наша надежда в том, что у нас есть ходатай, у нас есть праведник, ради которого Бог нас принимает, ради которого мы оправданы на его суде. Наша надежда не в том, что мы загладили свои грехи делами, это невозможно, не в том, что мы приобрели оправдание своим хорошим поведением, это невозможно, но только и исключительно в Иисусе Христе. И вот кто-то, услышав это краем уха, может сказать, ну, хорошо-то как вы устроились вообще, поскольку Христос есть ваш Спаситель, не вы сами собственные ваши Спасители, вы на Него можете уповать и жить, как вы хотите, жить так, как вы жили раньше. Но все апостолы согласны в том, что так невозможно. Если человек живет так, как он жил раньше, значит, его обращение ко Христу, увы, не состоялось. У него, увы, нет спасительной веры. Мы не приобретаем себе спасение делами. Но спасение – это не что-то чисто загробное. Спасение – это некая реальность, которая уже здесь и сейчас присутствует в жизни Церкви. Апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, он говорит, «Богодатью вы спасены через веру». Он не говорит, что вы будете спасены в момент смерти, когда-то в будущем. Он говорит, вы уже спасены. Вы уже приведены в новые отношения с Богом. Эти новые отношения должны проявляться в том, что ваша жизнь переменилась. Как апостол Павел говорит в том же послании и в той же главе даже, «Ибо мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, мы созданы Богом на добрые дела. Наша вера, когда она есть, проявляется в добрых делах. И это не повод для того, чтобы, как бывает, что некоторые люди приходят тут в уныние. Разные бывают люди разного психологического склада. Вот бывают люди склонны к унынию, и они начинают бить себя в грудь и говорить, «Нет у меня добрых дел, нет у меня веры, все, я погиб совершенно». Нет, конечно, нам это апостол говорит для того, чтобы побудить нас к добрым делам, не для того, чтобы привести нас в уныние. Наша надежда в Иисусе Христе. Бог нас принимает ради Иисуса Христа. Но раз мы приняты Богом, мы теперь у Него на работе, в служении, мы можем сказать. Если вы устроились на работу, если вас приняли на работу, то, конечно же, вы будете работать. Конечно же, вы будете выполнять поручения, которые вам дают по работе. Но на эту работу вас приняли не потому, что вы это заработали, дела являются следствием того, что мы приняты Христом. Следствием необходимым, следствием, которое всегда должно проявиться. Если вы испытываете, опять-таки, некоторые смущения, делаю ли я добрые дела, то тут нужно их делать. Нужно их делать, нужно найти какой-то церковный фонд, которому вы доверяете, или в приходе, может быть, какая-то боготворительная работа ведется, и начать работать, начать помогать своими средствами, и хотя бы понемногу, сколько вы сможете, а потом вы увидите, уже Бог вам укажет, что вам делать дальше. Здесь апостол Иаков предъявляет примеры библейских героев, которые проявили веру. Авраам возложил на жертвенника Саака сына своего. И Раав Будница оправдалась делами, то есть она поверила в то, что Бог с израильтянами, но она не просто поверила, не просто это держала в голове, она действовала, исходя из этого. И здесь есть очень интересный стих, и бесы веруют и трепещут. То есть для бесов реальность Бога – это не предмет веры. Для бесов это некое непосредственное, глубоко им неприятное переживание. Они это знают, но это их не спасает. Потому что вера в христианском понимании – это не просто признание определенных истин, это определенное отношение. Уваженный Августин говорит, что бесы верят, но не спасаются, потому что они не надеются и не любят. Вот христианин не просто признает, что Бог есть, не просто признает, что Бог ищущим его воздает. Христианин возлагает на Бога свою надежду и действует из любви к Богу. Что я могу сделать, чтобы порадовало Господа? Что я могу сделать, что было бы ему угодно? И такая вера, когда она есть, проявляется в определенных делах, в определенных поступках. Мы с вами прочитали вторую главу послания святого апостола Иакова. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok